начать запись так чё-чё только игру запланирован так матч на соответственно до трех побед значит минимум это три игры будут если 30 я либо я понял спасибо ну то есть в лучшем случае получается 5 игр у нас это если ты не просрешь на конечно естественно я играю третьим по счету то есть если допустим мы будем то есть даже если я просто не ставочки на тебя делать есть шанс 31 выиграть вот мой да мне подсказали что стрим на наш переименовать но так на кого ты из из вашей команды ты ставишь точно возьмет я больше оставлю на корешка это кстати тот человек с которого который к нам дискорд подключался долл я догадался ну короче он очень сильный он ну мало то что не ммр зерк 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 если могу скинуть ссылка если хочешь там по картам конкретно кто с кем играет а списка знаете сейчас это живу карта слов может посмотреть так ждем ответа дзерга всем ответа дзерга если он не стремится что-то дергой написал одни я писал их игрок сказал что он пишет зерк вот так сейчас и технически можно и на стрим на твич рестримнуть да забери там в чем суть рестрима на твич в том что он в таком случае запись сохраняет по ее нашим посмотреть я посмотрю нам-то это без разницы ребятам просто чтобы потом запись смотреть она мне 10 гигабайт не хранилась на компьютере на компьютере надо не хочу все вместе занимать на компьютере значит начинаем первую игру разворачивать starcraft я не выходил из него сейчас тыч проверю слушай что стартуем сейчас зайду так но все поехали значит новый сезон у нас начался карты снова сезон называется симуляк и на ней играет первую карту blissful кстати по секрету говоря blissful где-то полчаса завершил свой стрим стрим где-то часик полтора на котором он был пьяный первый раз жизни выпил виски посмотрим на что у нас blissful подвиски способен сколько мы годиков вообще близком наш ровесник с тобой он живет волкограде и первый раз пил ну первый раз по крайней мере как он сказал он первый раз так а у меня немножко для стрима сейчас нужно комментаторский этот ход выключить которыми мешать не то вот давайте ну шо порта стандарт стандарт до ранних полов нет от blissful а протас у нас пилон открывается да все стандартно как ты сказал строится дроны ну blissful такой очень стандартный макро игрок принципе мы с ним в свое время очень много играли у нас был очень очень похожий стиль мы все время как бы обсуждали наши игры но я потом перестал играть какое-то время он продолжил активно тренироваться нашу чинят а не про ритмикса честно ничего не знаю я знаю что у зерга в команде есть сильный протас развазар там что-то 5300 ммр вот но я удивился что его сегодня было но может кто-то не смог вот а про ритмикса честно вот ни слова не могу сказать протас разведывается четко так-то прежде стандартно ну да да абсолютно стандартно разведывает причем blissful сыграл 16 хату а не 17 ее обычно играют как раз в ситуациях когда боишься что протас приедет тиран не пробкой пилоны ставить ну что-то отмешать но у нас по ходу бот не создал меня дать данных создать кибернетки и дальше кибернетка второй газ наверно но закрываться вам естественно что еще не таким конечно 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 так параллельно я там так выключу пляс эти звуки то надо да я изменяюсь тысячи извини смотрим за игрой ритмикса добавляется второй газ и для вас сейчас ключевым показателям будет и будет то будет ли после кибернет а вот и мои пошли уведомления их тоже включает после кибернетки будет ли старый робот вайлайт что будет то есть посмотрим но я ставлю на старгейт все-таки все сейчас у вас играют старгейт основном до пошел старгейт подтвердились мы догадываем сразу пойдем вперед да все все правильно дело просто пробка увидел что в раненьких часов нет облесал сантри как-то лингами хитро отбегает но увидев адепта видимо овером до возвращается домой лингами сколько в наличии 4 линга по стандарту 2 линга так и бегут но просто разведочка ему оба сейчас овером бы залететь посмотреть старгейт не старгейт что вообще дома от собачка вина дать стенка и ритмикс не закрылся хотя обычно после старгейта да я сейчас деньги чисто теоретически на гейт да но не успевает закрыть поэтому без потери овера сможет близко все развелось это еще задержал который так вышел да и кстати получается что феникс феникс да все это приятно это очень приятно что мало то что вся разведка разведка что два адепта дома сидят то есть обычно если один еще стамбильный один адепт почти ничего не машинах россия сразу принимать то два депта раншоте дроны обычно хорош могут нормально зато здесь что он молил да я думаю просто достроен васятка молодец близко играет хорошо играет свойственно себе стандартную без часов ничего посмотрим адепты подходящим что не сделал чем посмотрим давай давай хорошо встречаю тогда и встречают подрался немного сквиной на конечно сквине ничего не сделаешь на дефтами и поэтому возможно сейчас одного потеряет нет одного не терять тп шутся они на натурал но фокус ну посмотрим ни одного рабочего близко не отдает вовремя в спорку превратился ну начало хорошее протас не нанес никакого экономического урона но близко у сейчас нельзя сидеть в заплай блоках нужно быстро быстро дронится потому что по рабочим ситуация за счет бустов сейчас даже на стороне протас у нас каракул вылетела и сейчас смотрим чем вот делать на смотрим спорки есть спорки есть смотрим успеет ли спорка сколько успеет убить оракул спорка не успевает вовремя поэтому оракул какой уран тут в ответочку наносит но теряет много хп до краще приходит минимум свой выполнил все равно четыре года да 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 я могу вообще с нулем улететь но вот и за спор очки чуть вот второй подлетает сейчас посмотри что он со вторым заходом вот вдвоем они уже могут сделать да да конечно ленге по контролю видят трех адептов сантрю в стенке и поднимается хорошо воровы могут получить ну да блист вам надо расконтролить все под спорку вести желательно бы к вину заранее под спорку но как получится лэр уже на середине газы добавляются и есть ручь варен то есть на гидро пуш не похоже похоже он хочет просто стабильно выходить макро но продаж 3d наисус тоже заказал бы экономики пока все неплохо да и близко он не собирается его отменять нашел на 1 вовремя отреагировал близко молодец может даже оракла заберет забирает оракла забирает точно ну и хорошо да все да да оракла потеряла оракла это потенциально револейшн и это потенциально статисты которые могут постоянно ручить опять их два так что второй заход и второй заход на сквине поднимается бритвил опять реагирует господи как же он хорошо контроли да он потеряет рабов этого не избежать потому что клина поднята но сколько 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 три трех убили сейчас рабочих еще нормальным убирает но все это он теряет на раку до 1 попасть и всем 3 0 3d наисус хорошо зато и никто его не напрягают а бритвил сейчас бы рабов подстроить на самом деле будет 58 маловато смотри плюс один из идет по густому твой light есть заказу чарж заказом добавляется темплары архива зил тархона да и иммортал и иммортал уже все стандартно неплохая связка рабочая сейчас метовая связка самое интересное на самом деле будет четвертый nexus или будет пуш будет ли давали на 5 6 газ на 3 и будет шторм уже заказан или это пуш зилой мы архон например сейчас смотри у нас таки заказано шаги то скрещу полески кушать но давай посмотрим да я я не вижу чтобы газы добавлялись дай посмотрим продакшн рабы достраивается по три штуки но так адепт отдаётся нет адепт отдаётся но линги все померли сказал бы что это скорее равный размены если не в пользу процесса уж а достраивается уже люкер дэм я напомню что после патча у нас люкер дэн строится за 57 секунд вместо 89 то есть это очень хороший такой баф и как я смотрел на последнем стриме blissful играл беру так он видимо сейчас в этом матче в этом сете будет отыгрывать заказаны два имморта 2 архона еще три гейта добавлены то есть то у нас получается уже в сумме 361 гейтов уже получается да 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 и газы не добавляют я хочу обратить на это твое внимание из внимания зрителей в частности то есть это похоже реально пуш призма причем заказано да и перри смогу ститься призма бустится это похоже на пуш смотри благодаря близко благодаря близко блага крипу близко его все таки заметит во время этот пуш и должен просто отступать до заказываться не тратить деньги на дронов и так далее на самом деле достаточно стильный получается да сбросим так чуть-чуть сейчас что-то спайканула по моему ну ладно нормально давайте смотреть чистит крип вопрос остается он дома до заказа он дозаказал газы и возможно сейчас отступит а призмин попытается на мэне расхарасить что у нас видит близко давай давайте посмотрим он призму не заметил он я думаю сфокусирован на армии и испугавшись добавляет плетки тем временем на мэне оказывается 6 зелок протас дозаказываться поэтому вряд ли он вот наступает к нам пойдет вперед да и он тут разводят с трех сторон очень красиво на самом деле 8 зелок на мэне четыре четырех сбоку убивает листу хорошо от основной армии он ступает теперь без потерь бы отбить зелок а до варпы идут я напомню да и все еще вот эти вот бесплатные см3 2 има 2 архонта шатаются и и напряжение какое-то оказывает посмотрим как это бьется близко по лимитам все конечно в его пользу но ему нельзя ни в коем случае 4 терять смотри на мэне у него карнавал конечно был полнейший большая часть войск там поэтому часто может спокойно и отдать нас а ну да 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 все зависит от позиционирования давай перед очень хороший это убьют дозы зачем-то хотя зелок помогли бить базу спокойно он хочет фокуснуть down right кликает в хату и добивает хату это нехорошо для близко но он ловит армию ловит армию все центрию нет три центре остается рекламу идет конечно но на двух архонтов потерял архонты не бесплатно и конечно совсем не бесплатно ее нет но все равно размен хороший базу отдал рабов в принципе забрал тоже немало да и посмотрим ситуации по экономике 65 рабов у зерга на 61 пробку тасса и 4 на это поставлю то есть если экономика равна эту зерку же в минусе но да для серга никогда нехорошо равна экономика но посмотрим может быть близко с этим пушем что-то сможет сделать и не переходить в хайвы там влю в маслю ру он попробует задавить может прямо сейчас пока все плохо на самом деле зерга но боится он наломиться хотя у центре не так много мана он отступает лишь марконы там четыре мордок про врачи да конечно конечно понять близкого можно ладно посмотрим на его решение у меня сейчас скопилось почти 1000 минералов будут ли до заказа и трон вот так атака все-таки будет хороший до заказ альзерга тоже банды юргера в заказе ждем но лишь позиция такая что на блоге что он имя на эту раму да конечно да и на самом деле близко только сейчас палец что 4 nexus поставлен и сразу туда ломанулся и протос туда ломанулся я пробки хорошо сейчас нет нет дадут кстати про тос не может так взять и спуститься потому что здесь узко а близко уделит часть армии видимо хочет на вторую забежать позицию отдал конечно заходит заходят заходят сзади но там позиция уже я бы там люрой сражался лучше потому что на узкой позиции всегда драться лучше линги забегают на вторую съедают кучу пробок серверов нет давай посмотрим на юнитов да действительно ни одного об сервера нет на карте близко просто это понимает и убегает на пофиг линги отдаются на силах но сколько-то пробок было потеряно давай посмотрим сколько сейчас скажу как мир кризис и грустных рабов сейчас очень хорошо не дадут парабам за уничтожает за игру уже 30 рабочих blissful и забирает 4 nexus абсолютно бесплатно и вместе с рабами хорошего хочется но хороший выход я думаю просто из-за ошибки протос сервер на просто все решила согласен согласен но и тут уже для пороса на самом деле мне кажется все потеряно хотя мы пропустили забегание на мэйне которое снесло что смесло ручки нет не ручь варен какой-то юниус какой-то домик она снесла но он не просто таки сейчас хорошо отдаются принципе по и сейчас еще проблема продолжается и гидро дэншит потеряет скорее всего но парабам 51 на 35 на хайф уже пофиг я думаю потому что сейчас главное blissful отбиться от контратаки а протос но хайф умрет хайф умрет умрет и пул судя по всему и на самом деле спорная ситуация потому что blissful тут недоконтролил а потеря хайфа это серьезно на самом деле потеря хайфа это серьезно я согласен да и потеря хаты потому что она все еще добывал это тоже серьезно ну давайте сейчас зерк спустил за 5 средневековья свое он же даже без лейра сидит то что убить хайф это еще и лейра убить вот это не помешает ему производить так или рулеру даже гидро дэн умер то с его забрал ну что надо приходить флэр явно месте blissful а сейчас не знаю даже в дронился бы чё по грейдам 2 атаки на 2 атаки тасса в этом равны 0 сделать 3 3 атака нужно делается это уже весьма болезненная такая штука на тоненького участка очень тоненького ну да ну плюс сколько у тасса пробок на 50 равна экономика полностью да я согласен но я на самом деле считаю что blissful надо сидеть поскольку он видит что 4 next а нет мэй ну то со будет заканчиваться скоро хотя при 49 пробках не так что на быстро истекаться будет я думаю просто надо сидеть но но и посмотрим что значит а просто не дай поставить 4 8 хорошо намасить люру можно даже не приходить в хайф просто люры много намасить и все я бы вот он там начинает ручера вагеров достроить моркова слишком много и и морков да мне кажется просто уже нет смысла мастера чем такой стадии когда есть плюс 3 у протаса есть плюс 3 как бы очень страшная сила я думаю надо просто массить люру стараться штук 15 прям заказать плюс по всем портус не заказывает иммортал поэтому да сайт смотри можешь час призму подловит слушай похож на то присыл кидает байлы на призму и призму умирает вместе с делами которые оттуда вылупились он переходит в плюс по лимиту на по рабочим то они сравниваются с протосом протос выходит а близко этого не видит что все-таки плюс 3 на плюс 2 то же сила плюс 3 на плюс 2 я согласен но больше не кажется при таких грейдах будет ролять позиция столкновение на 3 базе до смысл и судя по всему близко увидят своими рачами очень много фондов ты посмотри сколько архонтов сделал протос уже 10 штук давай посмотрим на сражение кидает скоростью байлы копается ли ура если об сервер на этот раз по моему 5 не да не может быть я я тоже не вижу слушай неужели доположен но нет но хорошо просто а если бы был об сервер он бы сейчас близко мне кажется уничтожил бы просто морально и физически об сервер строится под пустами в робы в лесу а рабочие приехали случайно надо уходить лесу надо уходить он 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 сделал все что мог здесь дальше отдача будет лимиты и призму что у нас об сервер и сейчас люди вот это конечно ли дёргер целью киро до свидания хорошо настрел стал велич но 4 так и нет летит призмар дир продолжит давить 10 еще рачи заканья но опять же рачину против масс архонтов до осталось пять штук вместо 10 может кстати может пробок поймать смотри он морфит реводжеров прям под пробками а там забегание узел зилов до базе взбегают опять надо смотреть кто больше нахарасит 4 отменяется по факту зилки забегают минус квинни и идут к рабам сколько рабов 2 но и рочи гидра пришла принес когда разговарял он королева все равно для зерга неприятно поставьте под потеря продакшена и так далее остальные резервы еще просто уже не хватает его басу мужа пора бы перехать садиться либо смотри прикольный момент призма стоит на крипе но если переключиться за единичку на близкого то вижу на не будет потому что там кусты вот эти вот получается призма там вообще часто очень халявно висит а близко может даже не знает откуда эти зилы бегут слушай размен намечается не намечается про то с вроде выходе среди на карты близ фото видит лимит в его пользу но у него лимит как бы не очень рачи реводжеры против плюс 3 масс архонта давай посмотрим мортала сделать и который надо очень сильно причем куча газа у близ фула я бы морфил реводжеров ну да 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 я думаю перестраховался чтобы такого не повторилось а люры то уже и нет хороший 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 фронт 2 архонта тупят не могут пройти ну давай смотреть мне тоже кажется близко не хватает он уже выводит рабов какие-то архонты уже дохлые без хп почти но кто совпадает кто совпадает из плэш и моклую творят чудеса конечно да 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 все таки массу вот именно на такой стадии массы мы могут контрить врачей масс масс архонты даже контрят врачей хотя казалось бы один на один там все на стороне врача но и он был хороший фрада фронт был хороший за счет в том числе преимущество по грейдам эта игра уходит протас из команды зерк тв значит тогда стартам следующий следующий я напомню на сыграет taylor xelor против хаши хаши это наш протас и taylor xelor это просто площадь с пвп весьма такое современное времени рандомный такой матчап честно говоря вот а дальше придется играть мне а я-то игрок так себе все мы это знаем поэтому хотелось бы чтобы хаши свою карту не нам все унижать и короче будем надеяться что хаши заберет свою карту будет 11 они 02 александра когда вы приедете в ярославль стремить стримы ярославле в ярославле другими вещами занимается проходит он на кирова один так сейчас хаши хаши играет я бы написал об этом а я стрим смотрю просто так хаши следит это хорошо так значит надо тогда стартовать следующую давайте я создам ну давайте я создам ребят что молчат eternal empire это империя ребят что-то молчат поэтому я сам создам игру напишет создавать раки но с вами узерка были все шансы взять эту игру да конечно особенно а слушая передай мне лидера пожалуйста наши с тобой группы спасибо да узерка были все шансы полностью ставить согласен но вот эти вот взял и которые порубили и продакшен и все на свете вот они мне кажется помешали держать победу и несмотря на то что два раза протестом без обсерверов дрался но просто он дождался плюс 3 10 архонтов которые ну просто очень больно делают так и приглашаю игроков от обеих команд твоими с тобой сразу в зрители прыгнем так сейчас ага все приглашаю blissful лицемер привет задержка на стриме я не особо чат читаю хотя буду окей нет я не согласен с тем что надо хайф играть шпиц хайвом потому что ну то есть как бы нужно но это надо рашить брудов потому что затягивать продам смысле не вижу тебя было нормально абсолютной ситуации тебя убили просто зелы которая тебе там похоронили экономику и пустые какое-то время держался там 50 пробок там против 39 он быстро вышел 49 ты всю игру а вот оставшиеся против того момента где он без отцов первый раз подрался ты сидел на 51 дронам против 49 пробок что что мой нутас и при такой ситуации не качался ты играл раучера вагерами почти без люры то есть такой себе лимит против там 10 архонтов с плюс 3 которые мы просто лютый сплэш дают там проблема в армии композицию было тебе нужно было либо в дронится и снова восстанавливать люру в нормальном количестве потому что архонты как раз таким автам было немного архонтов было много я бы лучше в люру здесь пошел врачи и просто были уже лимит который проигрывал так ребята на стриме сейчас напишу что у меня задушка если что всем во времени отвечаю так все стартуем ребята готовы россии не прошу заходите присоединяйтесь к где я здесь я готов не отлично вторая игра pvp как я уже сказал поэтому я не знаю можешь даже ты комментировать а в современном пвп вообще не разбираюсь что скажешь у нас совместно неплохо я посмотрим хорошо хорошо вообще да действительно плохо знаю что сейчас происходит но посмотри мне особо слежу таскать нет времени но будем уникать ну да так александр скоро придет объект а она не против чтобы ну хорошо хорошо если не против то пусть так и будет так понесло да понеслось ли внешнем углу появляются надеемся идите за гирьбе чтобы было без действия но посмотрим арсений вот для вас какой принцип важнее победите или без гейстов чтобы главное взять это красиво и уверенно красиво и уверен я согласен в лямом нижнем углу появляется колеса мастер лига нас должны показать мастер что они может он сидит от согласен мастер лика должна показать мастерство это очень хороший слаб мне кажется моего должны вообще как тезис всего к в так на что у нас гейт с другой стороны у нас тоже пока что у нас фото на чек не будет к сожалению или к счастью но это уже радует лица да так мы посмотрим адекватный игру наверно сейчас познаешь что дальше вот заказами эксцера взведают все хорошо я совсем не проверил кстати от этого игрока тэйлор ксле в общем тэйлором вы него называть надеюсь он не обидится разведывается но хаша почему-то разведывается два гитала в него заказе газ у вас два газа заказа то есть интересно интересному красно просто наши одинаковые вроде у них по газу тайминг дата это заправка видимо хаши решил что я разведывать не буду я главное гляну что фотонок вот этой пробкой проверяет что нет фотонок а дальше разведывайте не торопиться не торопится добил ты пристали на к дуку из-за что последовательность разная надо а так в принципе все да одинаково нога как обычно выбор будет либо два сталкера у другого два красный продус поют дарку что-то не подсказывать у тебя чека какая-то на протасов но что-то им прям очень нужен газ и пока мне кажется либо так ли все таки было не я думал мне может старогейт нас торгейт тоже хотели на них посмотреть давно их не видел будем ждать я понял пошел давай посмотрим у обоих игроков по два сталкера нет адептов чтобы нахарасить интересный партнер пошел пока мне заказать ничего красного броду потому что у него разведочка прям и не дает не дает убежать не дает убежать в свою очередь хаши ведь хаши рекалит хаши рекалит пробку ты это немножко такой еврейский стиль ну ладно я удивлен что бусты копятся до сих пор ни одного бустах аши не потратил на сталкеров не тратил и после сталкера заказывать центре хочет выйти в на конус нам красного просто он чуть пораньше вообще какие-то макро билды смотри у нас и пошел завод а вот а вот и первое различие да у одного завода 2 1 завода другого твоего у нас заказе центре все сталкеру красного процесса но чуть-чуть мне на самом деле побольше нравится билд красного носа сейфовый гранатчист батареечку и на каждый санты почти зеркальные билды за исключением от твоего это робота батареечка этот nexus пилотом о гранде интересный сатрибу робов да мне просто хорошо на длинную дистанцию это твой логинат такое надо дай поэтому бренка заказывается и тут как ты правильно сказал да надо смотреть что он сможет с этим блинком добиться что если крит массы и морталов скопится блинк сталкер уже ничего не сделал моему слышу прорвемся в том что блинк год готов к должен был два иммортала и поэтому вот тяжело что-либо делать да ну посмотрим какой план может сейчас вообще в дизов перейдет хаши со что угодно же как говорится на одно stalker больше у красного процесса пошла иллюзия которая сейчас увидит принципе все но я обращу твое внимание что несмотря на отсутствие stargate а у хаши красный тасс перестраховался батарейку еще в рабочих а почему нет сильно много на не стоит зато зато не умрешь так у нас в шаге об сервер на всех случаях сайфовая игра смотри принципе а stalker на патруле не то есть принципе залезы ко всем залетом готов очень грамотно играть прекрасный продаж до сливов согласен ну посмотрим что вообще будет хорошо отвечать я пока не знаю точно какой у него план на игру то есть вот до добавили скид и до добавилась важно но не делать сыграть то есть что дальше что после блинка мне очень интересно смотри куда-то пошли stalker и правка куда-то в левом верхнем красный продаж увидит любом случае любой заправивание заранее на посмотри что-то пробка вот это вот гуляет не понимаю ну да все таки это скорее всего похоже чем-то на лын если честно от синего процента гитов но с другой стороны гитов маловато 4 гита а базы-то 2 скачано уже сделал пробку который третий nexus попыталась поставить блин скоро будет готов либо это все таки такой просто поджим небольшой может да может поджим а сам придет какой-то технологии но вот у красного тоса вообще все хорошо это посмотри у него уже есть роба бэй он может начать дизрапторов заказывать да у него не видит об сервере видит сейчас хорошую залпу по шталкер смотри на лишь хажа плюс один поэтому это не похоже по идее на хотя скорее всего что-то мне подскажут какие-то пойдет аллы дизраптор уже в заказе у красного тоса и против дизрапторов то контролить вообще сложно смотри пробочка едет красного разведывать смотрим как файпер саша сталки радуются немножко мартала вот первый килл как раз появился при этом и мотал отошел под батарейку пусть и съел не в сумму небольшой стабилизатор это страшно на самом деле если блин потратить ой хорошо забрал центре увидел фарши сейчас на том что заплату вот вышелся твой блок ой ой он зафокусил дизайн видел он зафокусил дизайн выстрел не успел пройти в самый-самую последнюю секунду интересно что дальше но уже по лимиту проседается не протас играется так немножко захлёбывается надо посмотрим какой вообще фолла будет сейчас выйти обратно в экономику хаши смотри может час обмануть просто обойти его да потому что красный протас погнался или наоборот подраться что-то же сделал хаши фокусе ты масс лучше хорошая ситуация для хаши сталкеров у него прям здесь больше смотри ибо ходить стабилизатор шибла щеки пропустить залп можно так вляпаться сейчас и все преимущество потерять видят или нет видят хаши молодец хорошо сыграл да да неплохой санты добавил он гейт и для быстрого варпа на своем пилоне добивать что ли хочет не про беда в случае мне хотя и морков нет репри призму призму забрал но где батарейки ядево 3 на маном она кончается ману батарея кончается смотри фокусе дизайн и не фокусе он бесполезен поэтому есть смысл сталкеров и и фокус смотри пробок выводит пробок вывел слушаю хаши все шансы по лимиту уже плюс 10 2 и стабилизатор вышел хаши но два сталкера потерял на терпимый размен мне кажется больше было толку от и мордов да я думаю я я с тобой согласен наверное хотя так себе эксперт но слушай похоже пробивает нет я не могу понять пробки уже выведены до из горе левая это понят но один-один это хорошо это значит сейчас выхожу на самом деле можно без гг на самом деле предъявить человеку не идут ну ладно ему что-то предъявление не будем да все стараемся неприятно конечно же любую турнировать да 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 не но мы именно как бы стараемся всегда себя вести не у нас тоже были случаи когда наши игроки ливали без гг но я обычно потом как бы с ними общался на эту тему и стараюсь таких ситуация больше не повторились и сейчас будет моя игра семья значит как поступим я тебя наверно свою игру в об сервере давай не пущу давай да потому что я мы же не с тобой какую-то обозреваемую мою ты повисишь тут стрим будет ты можешь что-нибудь там конечно рассказывать зрителям вот я значит сыграю и потом еще минимум 1 я сочтожен и до 10 минут пока сыграешь потом не обратно пригласишь просто все да хорошо тогда давай либо микрофон отключить чтоб шумов лишнего дискорде не было либо там еще что-нибудь сейчас до включу давай я ты мне не пишешь чтобы меня не отвлекать да а я тебе пишешь да напиши как борься были создаете кика из конфе и создаю лобби для нас все давай я то включаю звук то тут Продолжение следует... Так, ждем Гомера. Ждем Гомера, я на канале его не вижу. Так, посмотрим, есть ли участие какие-то вопросы. На Сентру тут просто весь мой клан. Хаши, Корешок, Лицемер, Сайлент, Овертос, Зеро ТВ, ну я аж Брингер. Просто запускаешь стрим, а смотрят по классике только. Мама, папа, все свои. Ждем, ждем. Мир должен играть камин-арт. Мама, папа, все свои. Все, Гомер появился. Приглашаем его в игру. Так. Спрашивают, против кого Гомер? А я как бы говорю, что против меня, в общем. Окей. На самом деле, если кому-то это интересно, то есть вот такое. Я только не знаю, куда ее надо поставить, чтобы она не мешалась. Ссори, что они в футболке Адвента. Кстати, вот действительно, на время игры могу даже вебку оставить. Так. Я вот не помню, какой тут у нас фут для комментатора, какой для игрока. Я там слабовато разбираюсь. Кажется, тут она. Так. Клев. Клев. Бом. Ну, пусть будет так. Ну, все, короче, стартуем. Попробуем играть против. Где-то 4,700-5 вопросов. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОЕ. Не много минералов. Минералов, сейчас! Попробуй их! Спаун больше overlords. Нужно больше скайл! Минералов, сейчас! Спасибо, что охотовник начали ставить палаты. Смотрим, что не было бы там. Ну ладно, тут фарбонат никаких нет, но что-то холли там, а ладно. Плохо, я знаю карты нового сезона, еще очень мало играл. Мы с корешком, кстати, очень сильно обсуждали мой матч, если я не помню, чтобы я когда-то на КВ вообще с кем-то обсуждал свой матч. Ладно, закажу мух. Знаю, думаю, вообще, может какой-нибудь ранний муховерам сыграть, потому что вообще против... Я на ладдере-то играю муховерам почти в каждой игре, а с незнакомыми играми на важных матчах тем более. Ой, забыл дилер хмп написать, кстати. Ну ладно, зил какой-то интересный. Интересный бой, в самом деле. Полетим наверно овером, раз там не будет первого сталкера, а был вообще зил какой-то. Но лингов все равно надо закажем. Быстрые газы. Очень интересно, на самом деле. Очень интересно. Мне ничего не приходит в уголок, кроме какого-то нас эйра. Окей, старт, окей. Я отведу лучше этого овера. Вот, газы какие-то вообще мега быстрые. Я еще один по климах, на всякий случай, бутарный. Ой, даже я бутарный. Почему-то я подумал, не будет им адаптер. Ммм, не сталкерпшится. У меня хорошая. Эфея у меня. Интересный. Зачем тут нам газа? Интересный. У меня тоже на эфе. Интересный. Я тут ещё больше энергии. Врачу арам, опять не. Сэнприару? Интересно. Интересно. Сейчас запасу, сверяем. 44 драма есть. Сейчас не типа это... Да-да, потеряем. Потеряем. Не знаю, зачем мне так много газов на санк? Интересно, правильно. Не знаю, что он тут ларпит, честно говоря. Но не нужно. Что у нас? Где Фризма? Сахар пункт. значит там уже есть значит там уже есть хилит импуарл Мурокол didn't need a little bit more energy tao needs a little bit more energy no, I don't think I need a little bit more energy I not really understand where his base is на самом деле Oracle еще один, рабобей вот третий нотис окей он окей ну ну вот и ее и с на на И здесь Я понял Так, отдают Арханта Не отдают, как он хорошо в призму засадил на самом деле Но, одного Арханта мы убили Куча рабов зачистили и шпиль достроился Сейчас главное выдержать контратаку Я думаю, к нутке он будет совсем сейчас не готов Теперь нужно немного больше энергии Мутация сверху Не достаточно энергии Я еще и вижу определенные мне Минералы, она сейчас, получи их Собираем мотку в стаку и полетели. Но сейчас главное от этого отбиться, а дома мотают биться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Собираем мотку в стаку и не уйдет. У него нет лидоварка, я не понимаю. Собираем мотку в стаку. Мы отбиваемся, смотря на кривой контроль. Собираем мотку в стаку. Собираем мотку в стаку. 38 врагов. Надо разводить. Не уходим. Моток в стаку. Моток в стаку. Не уходим. Моток в стаку. Не уходим. он не успел признать ох на гэмбли на гэмблили конечно все можно звать явно то 100 лет не игра вообще не придешь контроль режим зрители нормальный типа херта зас формат про что-то ладно так я приглашаю своего друга арсений я тебя голосом приглашаю сейчас она сыграет корешок если арсений не успеет то начнем так сейчас почитаю чатик ребят ей под латой не знаю ok привет уриан если это было приветствие такое свое праздное так сейчас снимаю все вот это вот александр да 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 привет ты вовремя говорю я как раз на сколько еще игр осталось я скажу 1 максимум 1 макс 1 минимум максимум 2 но там очень сильный наш зерк против 4 600 зерга я думаю последняя но может быть еще одна хоть как ты выиграл да я выиграл красавчик давай так еще одну игру я сделаю я давай прими starcraft приглашение уже скину сейчас напрямую сейчас разверну кто у нас против корешка играет starrys так starrys карта а тритон я помню потому что крыша говорил что он тритоне хочет играть так создаю лобберс и не принимай да ладно давай корешка постремлю с тобой ну корешка да стримим а дальше как тебя уже надо идти а дальше импровизация хорошо хорошо не хочешь так садим я готов корешок тоже готов ждем готовность starrys спросят секундочку так ну что мы готовы да starrys готов стартуем ну за в сей оно бывает очень быстрым сам знаешь посмотрим да кажется всем игрокам удачи посмотрим сколько на саму меру starrys 4 600 моему корешка 5 300 то есть там вообще жесткая разница такая у нас за сам знаешь непредсказуемый может быть все что бы но че за никто не отменял че за никто не отменял до завозы они бывают то есть например у меня когда я был где-то 4 700 игроком я помню я опять 400 убил на кого потому что скажем так играл очень агрессивно и пока мы разменивать сингапы на линга бене я заказал 12 рачей пришел убивыми вот поэтому завоза реально бывает такое что можно более сильного оппонента зачистить причем именно вот для завоза это свойственно что легче всего этого завоза убить оппонента сильнее тебе ну что Александр даю просто дэвом все таки это ваша сфера да мой матчап кстати завоза мой нелюбимый матчап но вообще дай представим игроков сверху слева появляется зирк тв starrys а сверху справа снизу появляется корешок можно даже повертеть не знаю у меня есть вертелка на моем короче опа повертели его не вертеться их согласов нехорошо так хорошо смотри интересное интересный опеник у старикса пул первый а у корешка тоже пул первый но сначала газ а потом пул то есть вроде у обоих оппонентов либо сейв вариант я пока не могу понять либо агрессивный но у корешка будет пул раньше ооо очень сложно у старикса нет уже отличие пошло да уже значительно отличие на самом деле граффити или граффити нарисовал на старис и за морфив дрон на граффити пропало так тайминг хаты у них будет примерно одинаковый но вот тайминг газа за очень роляет ну что если очень долгое время ты будешь драться без мува линга вторая базу в принципе в один тайминг пошла ну да да как я и говорю что хаты примерно по одному таймингу а вот мув очень будет сильно ролять потому что у корешка уже почти заказан мув то есть соточка есть сейчас будет опсо . уже мув заказан а у синего зерга стариса газ только-только начинает добываться это очень сильно релеат на самом деле но у него раньше квинни да справедливо на самом деле интересно что за билд корешок вообще выбрал то есть вот есть какие-то вроде бы агрессивные линги есть даже экстрадрон для отмены то есть пойдет у нас 8 лингов против двух старисовских и посмотрим что будет старис делать он сейчас сидит в сапплай блоке надостраивается оверлор у него сейчас выбор он делает инъекцию ставит плетку заказывает аж 2 квинни наверное вторую отменит он что-то боится мне кажется потому что плетка это прям знак а корешок по-моему вообще не хочет долго играть ставит еще и бейлинг нест по-моему это очень похоже на бейлинг баст с огромным преимуществом по скорости для корешка ну вот в плёточке то все и дело пусть муху корешка раньше вот если старис настроит очень много клин и плёточку мне кажется корешок может сейчас просто взять и перестать олынить он так умеет делать он может увидеть тайминг газа тайминг мула что поздний да плетку отменил кстати а вот как раз таки после отмененной плетки я бы на месте корешка олынил до конца хотя можно и дрон туда сказать что смотри сколько дронов всего лишь 18 старис или 18 у корешка при этом старис 50 секунд чтобы крыть и напасть смотри я корешок уже оверов ой оверов бейнов морфит причем старис этого не видит старис бежит медленными лингами они видят мовлиных разворачивается просто идёт домой что он делает есть три клины это много ставится только сейчас бейлинг наст потому когда у корешка уже есть бейны на карте они назад немного бегали ну ладно мы посмотрим ситуацию по рабочим 22 на 19 пользу старис но важен будет именно сейчас драка которая будет доделывается муфу стариса еще только через 10 секунд только подумай три клины серьезно три клины три клины серьезно но бейн как этот бейн взорвется интересно смотри хорошо идеально для корешка взорвался корешок мне кажется сейчас просто не знаю что будет делать корешок то есть смотри тут уже есть вплетка раз два блин отменяет отменяет случайно видимо заказал или боялся боялся что скрызывает корешок и хорошо 24 на 20 поэтому и он переходит в эволюшн то есть видимо будет делать какой-то кого-то или броню то есть не хочет врачей переходить хочет на линках бодаться ну собачки дальше заказывают тут ну посмотрим почему эта баталия придет морфи бейна в корешок собачки прибежали у корешка здесь по-моему чуть-чуть больше может на одну на две поэтому он может здесь драться плюс старисовские проклоцаны уже но главное сейчас не напороться никаких случайных бэйнов смотри старец здесь еще сбоку оставил лингов и хочет забежать но корешок грамотно не дает и в третью хату выходит старец по рабочим примерно равную ситуацию чтобы делать киршок им пробок радится все равно это уже уже два уже 10 пробок как 10 как 10 32 на 25 до все вижу теперь да посмотрим чтобы делать корешок он 3 почему-то только он заказывает ну хотя наверное успевать хотя посмотрим посмотрим он очень сильный и продамаж может быть со второй волны и заберет но забирайте ваш надо вообще прекрасно тогда это уже почти победная ситуация была пушка барабан есть дополнительный грейк на лингов который достраивается если бы не было третьих а то понятно было вообще все чики-пуки но смотрим смотрим очень сильно в завозе роли от микроконтроль смотри сколько брендов крышек заворачивает под третьи оппонента ну да у них плохо очень много 10 штук а у стариса сейчас есть 4 еще два то есть у него будет 6 то есть в принципе при хорошем размене старис может 10 убить а корешка бежит контр забегай туда все будет очень хорошо давай посмотрим как контроль как они очень явно были ну равный размен умирает пина ну что чтобы не было бочка но размен конечно такой себе ну там смотри третью хату корешку сгрызает смотри ну конечно да сейчас у корешка скучно вроде бы да не очень но парабам он все это время парабам плюс 7 да 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 но если это до заказ будет а пока что старец все еще сидит 6 да вот смотри вот сейчас они сравнялись почти ну давай смотреть что будет опять третью базу корешку не будет поставить все будет решаться здесь и сейчас как раз контролятся бейны от обеих игр от обоих игроков причем давай смотреть корешок только сейчас третью закажет снова но у него помимо 26 собак у него помимо брони сейчас еще и коготь делается а броня против бейнов это значит что с одного ну кстати третью сгрызет сейчас я почти уверен уже да но он очень много да много теряет согласен он сгрызает ну смотри ситуация парабам уже сейчас на стороне корешка если он отобьется от контратаки да но слишком много если согласись арсений сейчас если бы он только бы отбился от контрата да 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 третью он тоже отдал сейчас свое это почти точно но парабам даже если третью отдает хорошая ситуация хорошо для корешка корешка на самом деле лучше сейчас отдать третью чем сражаться под второй где у него незаморфанный бейн он может игру прям инстантли проиграть вдруг случись что но третьей нет ну и ладно зато парабам все хорошо я думаю он в муты будет приходить да газов уже очень много есть плетки его вряд ли пробьют если не случайная бейна смотрим как микро хорошо 3-4 бейна разметил корешок с преимуществом по грейдам линги его будут смотри разрывать просто вражеских лингов и в третью переходит примерно по одному таймингу они повторно заказывают свою третью ну пока нету у него преимущества по грейдам он только еще 10 секунд до него не ну у него все это время один армор есть то есть он все это время с одним армором еще на линках сейчас будет 1-1 на 0-0 вообще и 45 рабов и шпиль сейчас будет третью базу должен забирать сейчас ну посмотрим лингов немало я жду шпиля да смотри шпиль пошел 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 то есть если третью не занять то мута с трех баз всегда переиграет все остальное потому что рано или поздно мута станет очень много а лингами с грейдами да они уже 1-1-1 можно вечно то эту базу забегать отменять то есть сейчас еще коготь то есть он и хак и быстрее убивает пофиг что рачи появились рачи без грейдов проигрывает 1-1 лингом мута мута скопилась да просто ждем появления муты и я думаю за корешком эта игра должна быть абсолютно то есть по лимитам да вроде бы ситуация равна мута мута забегает собаки он со третьего корешка а если что то дома со три дома корешка ничего нет и по вот этим добавленным шестому газу может что то корешок не корешок а оппонент корешка понять очень много тронов кореш сейчас теряет ну зато базовым все эти мута не о чем базовым да 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 за третьего вазим нет мута не успеха на самом деле это большой плюс конечно и в принципе ситуация спорная по лимиту конечно но корешок по экономике еще должен дать да просто смотри у теран ой теран у синего зерга нет алков он пытается запушить врачами а скоро уже первая мута выйдет то есть посмотрим на продакшен уже три металлисты заказ улететь взять это 4 мута риска заказа угу угу уху так отвлекается уже мута вылетит уху а 4 мута риска даже уже 60 год уху он рано или поздно да расковыряет просто уху ему я бы сейчас на месте корешка просто кучу плеток поставил бы еще улуй вот у нас пошли ручь пошли вперед ручь пошли вперед корешок сейчас будет уводить дронов а их там и нет в принципе да ну да с третьей в смысле уводить ну там да не много их но они есть заказывает кучу плеток стенки да даем базу и уже мута начинает нас отвлекает второго члены клинок угу уху уже джей врачей в теке было хорошо уху ну все нормально для крышка смотрю вам плавно плавно уху хорошо стопорят уху там 6-7 работ это вообще прикол уху третья база пока живет там не о чем в принципе синяя мута уже много мута реально много уже 10 штук база еще и выжила да база еще и выжила 180 180 хп у меня ну тут победа за крышка здесь да собакам скорее всего нужно было бежать ну все в принципе можно 24 на 70 ну в принципе игра сделана угу да нечем нечем нету дефа это два гидродена поставить зачем то ну ладно я думаю волнуется чувак возможно мисклики но как бы все равно сколько рабов осталось 27 33 не сильно помогут против даже если он задефается нечем спасти третью базу без третьей базы как бы против то есть корешок сейчас может наглеть как хочет потому что его 15 мута скорых ничто не убьет он может хоть пять бас еще поставить он все равно эту игру уже выиграл даже по лимиту видно что хорошее есть соплайблок еще такой мгм генералисты отдаются сонки немножко мгм ну два в три да на хорошее дзк сонки сонки мгм 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 а тут да тут все уже но игра на самом деле в один момент такой просто не стоит отметить мгм мгм шансы конечно мгм шансы были неплохо сталь задержался то есть из-за того что на 600 ммр выше корешок но стальс неплохо держался но все как раз вот тут понимание игры да 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 хороший план хороший переход в муту уже начинает конечно откровенно ну да корешок уже выиграл эту игру зря он затягивает может просто маслингами уж разгрызть любыми его сколько получается уже 54 бана 21 он чувствует себя хорошо но все давай корешок завершая отпускай арсения скорее всего у нас у нее реванш да таки подсостоялся а ну получается да прошлом мы проиграли 2-3 да я же не игру самого слава члена этой команды мою какую а а я понял ну в записи посмотришь если захочешь ну там надо кидать в огород понятно не на самом деле даже с уважением с уважением естественно хорошо хорошо ну в общем то ждем ждем когда уже какой-то бьет он тут конечно хочет в уверенного игрока поиграть на самом деле затягивание для 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 арсения 2 базы ну конечно ничего не сделают но арсений вроде нужно идти уже да арсений да нет я никуда не тороплюсь тем более смотри дейтс могут пожертвовать собой у хаты всего 280 хп мне кажется там сейчас корешок уже просто бейнами взрывать начнет ну да можно себе это позволить ну да радует погадить сейчас ну да 93 на 24 там уже четвертая хата которая кстати не умерла от забегания 10 травов 3 гг у нас очень-очень хорошая игра я так понимаю ну корешок сильный ничего сказать корешок сильнее меня корешок из 7 про составом наверное топ-1 топ-2 игрок вместе с близком они очень много играют сейчас все равно спасибо за эту игру да ребята молодцы ребята манерные жаль что конечно не присоединился и глава но если тебе лишь мы с зергом поиграть ладно все ребят на этом мы свой стрим заканчиваем всем спасибо что смотрели да всем спасибо все всем пока ребят так сейчас вырублю